Вы обращали внимание, сколько автомобилей с логотипом Nissan бегает по нашим дорогам? Обращали. Много. Ответите вы. Что ж, Nissan'ов нынче действительно не счесть. И вот конструкторы решили не сбавлять обороты и явили миру еще одну модель. Tirano. Доступный и практичный внедорожник, с которым мы сегодня и познакомимся. Внимательно ознакомившись с оффроуд-пакетом, наш тест-пилот Тихон Науменко взял курс за город, туда, где нет дорог. Мы не сдерживали себя ни в чем, поэтому с разумной прытью штурмовали все преграды, которые встречались на нашем пути. Итак, мы приехали на бездорожье. Герой нашей сегодняшней программы – Nissan Tirano. А именно, двигатель у него версия 2.0, полный привод, передний привод, возможность блокировки дифференциала. Как вы видите, с легким бездорожьем наш Nissan Tirano справился на отлично. Но загнав его в серьезные пески, ни клиренс в 210 мм, ни многочисленные вспомогательные системы нам, увы, не помогли. Казалось бы, полный привод, блокировка дифференциала – очень и очень достойная геометрическая проходимость. Но чего-то все-таки не хватает. У Тихона к Тирану, как к внедорожнику, увы, душа не легла. Сколько людей, столько мнений. Послушаем остальных. Евгений Рязанович, тест-пилот автопанорамы, продолжил наше знакомство с новым детищем Nissan. Женя предположил, что в большинстве случаев основным местом обитания Тирана станет все-таки город, а не какая-нибудь глушь. Поэтому, подогнав все настройки и устроившись на водительском кресле, Женя плавно тронул авто с места и повел Тирана назад в столицу. Мы долго колесили по городу, исследовали интерьер, опробовали авто в разных режимах езды. Что скажешь, Женя? Салон автомобиля Nissan Tirana выполнен из недорогого доступного пластика. Хотя использованы некоторые модные на сегодня материалы. Например, лаковая приборная панель. Что касается эргономики, то здесь неплохие сидения, достаточно мягкие. И по высоте и по ширине сидеть удобно. В автомобиле в этой комплектации лично мне не хватило подлокотника. И что касается недочетов эргономики, не совсем информативные зеркала заднего вида. Что ж, каждой бочке с медом, как известно, без дегтя никак. Да и здоровая доля критики еще никому не вредила. Вот такое у нас сегодня экспертное мнение. На самом деле, нашим тест-пилотам трудно угодить. Ребята опытные. Красивой мордашкой их не проведешь. Едем дальше. Для того, чтобы услышать мнение со стороны, прокатиться на Тирана мы пригласили участников белорусской группы «Проспект» Николая Знахарчука и Ольгу Полюшик. Особенно рады были Ольге, так как без женского мнения еще ни одному автомобилю не удавалось добиться успеха. В отличие от наших тест-пилотов, ребята быстро разглядели плюсы автомобиля. Сначала за руль сел Николай. Прокатившись, познакомившись с салоном и панелью управления, он озвучил следующее. Жалко, что здесь нет люка, потому что людям с моей прической приходится комфортно, я не знаю, сидеть, удобно. Все достаточно как бы на уровне. Классно, что здесь большой багажник. Вот это здорово, потому что можно положить все инструменты. Мне, в принципе, большие машины очень нравятся, но раз машина большая, хочется, чтобы она была и мощная тоже. Ольга, водитель с шестилетним стажем, также быстро освоилась. Тирана беспрекословно слушался ее команд, и мы уверенно двигались по городским улицам. Никаких трудностей у Ольги не возникло. Мне нравится машина по посадке для меня. Я села, мне комфортно на сиденье. И, что немаловажно, с моим ростом сложно подобрать комфортный для меня обзор. То есть я здесь все вижу. Хорошо, хороший обзор по бокам, спереди. Как музыкант могу сказать, что звуковая система не самая лучшая. Немножечко такое ощущение, что музыка звучит в очень плохом разрешении. Мне бы комфортно было в этой машине ездить по городу, грузить минимальное количество аппаратуры. Но, наверное, если куда-то поехать за город, если какие-то концерты вне Минска, где дороги могут быть немножечко другими, это было бы не совсем комфортно. Мы благодарим группу «Проспект» за мнение и подведем итоги. Ниссан Тирана – безусловно, интересный авто. Мы отметили и плюсы, и минусы. Но давайте не забывать о том, что Тирана, едва появившемуся на свет, еще только предстоит доказывать свое право на внимание и уважение автолюбителей. А интерес к себе он уже обеспечил. Вот таким стал наш первый взгляд на новый внедорожник Тирана в семействе Ниссан. Мы будем пристально следить за его успехами и обещаем в скором времени представить вашему вниманию подробный тест-драйв этой яркой новинки 2014 года. Субтитры создавал DimaTorzok